Итак, у этого видео должно быть небольшое предусловие. Это первое видео, в котором не будет текста. То бишь, я все буду брать из головы, все мысли, мнения об игре. Насколько получится, посмотрим. Ну, должно быть нормально. Брутал Ледженд Даже не противоречие, а война. И в игре об этом довольно-таки явно говорится. Но сделана она просто бомбически. Не зря она называется Брутал Ледженд. Типа, брутальная. Она реально брутальная. Лицом главного героя сделали Джека Блэка. Немного непонятное, даже необычное решение. Но почему бы нет? Я читал то, что должен был быть немного другой человек. Главным героем. Ну, не главным героем, а лицом главного героя. Ну, в общем, вы поняли. Но решили по итогу сделать Джека Блэка. Потому что ему очень нравились игры Double Fine Production. Вот. И об этом узнали разработчики сами. И пригласили его на главную роль. При этом, нехило его заапгрейдили в игре. Джек Блэк такой актер-пухляш. Забавно. Мне нравятся, на самом деле, фильмы с ним. Прикольный мужик. А в игре он просто такая гора мускула, в которой позавидует Арнольд Шварценеггер. Или, не знаю, Руки Базуки. Ну, просто очень сильно перекачанный такой мужик. Брутал. Вот. Ну, автология. Но все-таки. При этом, его фирменный юмор как-то перенесся парадоксально в игру. Его эмоции. Вот это вот все очень хорошо передали разработчики. Машина. Завязкой этой игры является наш мир. Или очень похожий на наш мир. Когда металлисты некоторые как будто бы опопсели. И наш герой, Эдди Рикс, по сути, Роуди. Такой механик, технарь, который работает со сценой. И один из нерадивых металлистов забрался туда, куда ему не стоило забираться. И упал. А наш славный Роуди, вопреки своей собственной безопасности, попытался его спасти. И умер сам. И на этом бы игра закончилась, конечно, но... Но у него была пряжка на ремне, которая на самом деле является медальоном Ормагеддона. С большой буквы О. Таковое решение разработчиков. Ну, вот так вот он называется. Вот. И эта пряжка переносит его в другой мир. В мир, который очень слабо похож на наш. Там музыка является не просто музыкой, а оружием. Причем массовым. Вот. Но многие потеряли возможность использовать это оружие. Забыли, как им пользоваться. И наш Роуди, наш Эдди Рикс, он только что с другого мира прибыл, как типичный попаданец. Бах, у него невероятная плюшка. Он помнит, как... Вернее, не помнит, а знает. Как владеть орудием титанов. Музыкой. Берет гитару и... Брынь! Соло! Бах! Оживляет артефакты древних. Все офигевают. Кто может? Разносит всех направо и налево. Получает секиру. Очень мощную. Которой сшибает головы всем врагам. А, кстати, в этом мире есть демоны. Существуют демоны, и при этом они правят миром, но очень неоднозначно им правят. У них как бы невероятная сила, подавляющая всех людей, но при этом они оставляют сопротивление, оставляют эту расу зачем-то, почему-то, непонятно, но дают им грызться двум лагерям людей. Да, эти лагеря — это металл и попса. Ну, я же говорил то, что здесь будет война между этими музыкальными жанрами. Вот она она. Но, возможно, демоны надеялись, что люди как-то догадаются о возможности использования этих артефактов титанов, и демоны подсмотрят за ними. Ну, и типа приобретут еще большую мощь. А может быть просто им нравилось смотреть, как люди грызутся. Ну, в общем, неоднозначно, почему они их не уничтожили и не стали единоправными властителями этого мира. Но, ладно, это опустим немножко. Без этого не было бы игры. Наш персонаж попадает в этот мир, оживляет артефакт титанов и создает машину. А Роуди — это призвание делать все из ничего. Вот он и создает машину из кусков металла. Притом машину мощную, убийственную, сразу с нитро, и которая может сама крошить врагов направо и налево. Вот, по пути он встречает Офелию, которая непонятно как и зачем там оказалась в это время. Но она одна из металлистов сопротивления. И они едут, в общем, в лагерь сопротивления металла. И там всего три человека. Типа, их не смогли задавить, этих троих? Что? Ну, оказывается, то, что в основном большинство людей увела за собой попса, как-то жизненно. Ё-моё. Вот. Но, в общем, большинство бывших приверженцев металла апопсели. Снова это слово. Я же сказал, пусть оно существует. В этом обзоре оно точно уже есть. Вот. И нам придется восстанавливать сопротивление с нуля практически. Сейчас в нем Ларс — это лидер этого сопротивления. Горе-лидер при этом. Его сестра и Офелия. При этом Офелию немного недолюбливают, потому что когда-то давным-давно ее родители устроили восстание черных слез. И она тоже может устроить восстание черных слез вне течетных крови. Всякая такая билиберда. Особенно ее не любит сестра Ларса, Лора. И всячески пытается ее изжить. Хотя Офелия и очень много делает. На этом завязка, в принципе, заканчивается. И нам открывается открытый мир. Открытый мир, который при этом довольно-таки пустой. Нет, в нем есть чем заняться. Ну, через несколько основных миссий там открываются много дополнительных миссий. О них чуть-чуть позже. Но в целом мир очень ненасыщенный, очень пустой. Он довольно интересен в плане архитектуры. Поездить, посмотреть. Но при этом в нем заняться нечем. Да, и машина управляется довольно аркадно. По первой, довольно тяжело привыкнуть к тому, что ее заносит на любых поворотах. При этом, когда нажимаешь нитро, у тебя отключаются повороты, и ты просто прешь на проом. Да, нитро можно отключить, если нажать на S. Ну, типа, назад. И оно сразу отключается. Но это не очень. Дополнительный плюс этого открытого мира открывается после того, как посетишь автокузню. Тут, наверное, нужно сначала сказать немного о системе прокачки. То есть, убьешь ты хоть сто противников, хоть одного, ничего у тебя не прокачается. Прокачиваться нужно в специальном месте, автокузне. Это такая бандура, которая похожа очень сильно на гараж. Ты туда приезжаешь, играешь в соло открывания реликвий. Она выезжает из-под земли. Ты заезжаешь туда на машине, в недра земли. Не знаю, может быть, в другой мир. Хотя выглядит это как преисподняя. Довольно стильно выглядит. Заезжаешь туда, тебя встречает Оззи Осборн. Ну, то есть, в этом мире он хранитель металла. Такой возвышенный, который тебя не очень рад видеть, потому что ты тупо ворвался в его дом. И оторвал его от очень важных дел. Но при этом он прокачает твою машину. Ну, за определенное количество очков. Очками здесь являются что-то наподобие уважения титанов. Это уважение можно заслужить, ну, по-моему, всего тремя путями. Первый путь это выполнить основную сюжетную миссию. За это дается около 30-35 очков. Выполнить дополнительные миссии. Там 25 очков. Ну, и выполнить различные трюки в открытом мире. Чаще всего на машине. Это, например, подпрыгнуть на трамплине очень высоко. Пролететь через эти очки и бах, тебе плюс 10 очков. 10 всего лишь. Да. Ну, поначалу этого хватает вполне себе нормально. Стоимость улучшения всего, там, 50-30 очков. Ну, легко накопить. А, еще есть такие обзорные точки, которые показывают себе различные архитектурные красоты в этой игре. А таких красот, ну, довольно много. На самом деле, архитектура игры, ну, мне прям очень нравилась, как все выглядит. Ну, много юмора довольно в игре. Наподобие пивного дерева. Дерево, на котором растут пивные бутылки. Это весело, это прикольно. И с ними связаны дополнительные миссии. Их много, они открываются по сюжету компании. Многие. Например, есть одна из дополнительных миссий, которая самая веселая, как по мне. Это гонка с прислужником. Нет, он как бы не прислужник, но в Мегамозге был такой чувак. Рыба в экзоскелете. Здесь жаба. Ну, очень похоже. Прям очень похоже. Не знаю почему. И этот прислужник, он очень веселый. Ну, типа, он злой, он вредный. И когда его выигрываешь, он прям бесится. Это забавно. Но также есть и некоторые не очень веселые миссии. Довольно скучные. Например, охота. Это пассивная миссия. То бишь, ты берешь задание у охотника и можешь ехать на другие миссии. Нужно там сбить металлических дикобразов. Или каких-то лосей. Не знаю. Ну, тут много странных животных на самом деле. В общем, вот такая вот пассивная охота. Дают за нее так же, как и за остальные миссии, в принципе, по-моему. И это довольно скучно. Да, это как бы пассивно. Но тебе еще нужно потом, после того, как ты выполнишь задание охотника, к нему приехать и получить эти очки. И со временем ехать до него довольно далеко. Потому что твои изначальные точки продвигаются дальше по карте. А он, по-моему, остается на одном и том же месте. Я выполнил у него всего две эти дополнительные миссии на охоту. И он не передвинулся. И мне стало к нему лень ездить. В принципе, всей дополнительной миссии, что хорошо, выполнять не нужно. Если не разбазаривать деньги, у тебя хватит на все. А многие навесы на машину, вообще, базовые, по-моему, сильнее. Но у машины есть улучшения. Привет, Mad Max. И два базовых оружия. И вот эти базовые оружия, это пулемет и огнемет, либо, там, черные слезы. И, по-моему, пулеметом легче всего и поудобнее пользоваться, чем, там, ракетометом, еще медленными ракетами, быстрыми ракетами. В общем, я попытался установить что-нибудь другое. Там, какую-то жидкость снова, как в основное оружие. Потом через миссию вернул назад пулеметы и радовался жизни. Ими намного удобнее попадать. Тем более, на пулеметах есть автонаведение. Просто зажимаешь кнопку и едешь. И не паришься. Ну, в общем, есть еще и такие миссии, как Канонир, Засады, Турели. Ну, это такие миссии, о которых мало что можно сказать. Они обычные. Но есть и самая бесящая миссия. Есть самые прикольные миссии, вот эти вот гонки. Есть самые бесящие. Это тоже гонки, но гонки со временем. Причем не только со временем. Тебе нужно не только уложиться в срок, но еще и не разбить груз. Груз, пиво. Нужно довезти пиво из пункта А в пункт Б за определенное время. Можно поехать по дороге, конечно, и успеть. Но это скучно, это неинтересно. Поэтому, конечно же, ты едешь по пересеченной местности. А если ты очень сильно во что-то врезаешься или просто подпрыгиваешь сильно, то пиво разбивается и миссия проваливается. Самая бесящая миссия, наверное. Кстати, по поводу вызывания разных предметов титанов и вот этой вот игры на гитаре, соло. Это что-то наподобие Guitar Hero. Очень сильно облегченного, всего в три кнопки, но Guitar Hero. При этом соло в игре довольно-таки много. Они разные. Есть, которые убивают врагов, ну, наносят сильный урон. Есть соло, которые воздвигают постройки, фанатов призывать. Ну, это в дальнейшем расскажу про это. Есть соло, которое вызывает машину, есть, которое собирает людей, бафает людей, дебафает врагов. В общем, их много. Это как уникальная сила персонажа. Хотя не совсем уникальная. Враги тоже умеют пользоваться этими соло. Ну, боссы врагов. Такие как Lion White, это предводитель попсы, да Виклус, главный демон. Они тоже умеют этим всем пользоваться и пользуются, бывает. И здесь стоит сказать о различном пересечении жанров. То бишь, изначально это какой-то слэшер, причем ты же прокачиваешь себя в этой автокузне, покупаешь там разные способности. Ну, не способности, а комбо. Как это в Devil May Cry или в Castlevania. Ну, и в остальных слэшерах тоже в основном так. Но кроме слэшера, это еще что-то наподобие гонок, либо войны на машинах. Кроме того, это еще и часть от музыкальной игры типа Kid Dark Hero. Но все больше и больше, со временем это будет скатываться в стратегию. И поначалу это весело, это прикольно. При этом, чтобы вызвать разных юнитов, ты сначала должен пройти основную миссию. И эти миссии по сбору этих юнитов, они веселые, они прикольные, они уникальные. Но, к концу игры, последней миссии 3, этой стратегии слишком много. Что я имею ввиду под сбором юнитов? Наверное, сначала с этого, а потом до стратегии доберусь. Например, первой миссии нужно в сопротивление вернуть основную боевую единицу рукопашного боя. Железноголовых или как-то так. Короче, башкотрясов. Назовем их так. Нужно отправиться на карьер попсы, где эти башкотрясы, не жалея своих голов, добывают руду. Под надзором гачимена, такого накачанного, большого. Это первый босс будет в игре. Кстати, в игре есть боссфайты, которые довольно прикольные. Каждого босса нужно как-то по-своему убивать. Например, этого самого первого босса можно закидать углем. Или это не уголь, а руда. Ну, в общем, пролетают над головами вагонетки. По ним бьешь, а они сыпаются на голову. Можно и просто затыкать, я так думаю. Но эти вагонетки и так много урона наносят по боссу. Поэтому их вполне хватает. Ну, и каждый такой вот бой чем-то отличается. И это хорошо. Боссфайты довольно прикольные. Ну, в общем, ты приходишь в этот рудник, и тебя обучают отдавать эти приказы. Ты можешь собрать этих башкотрясов путем игры на соло. Они такие, офигеть, что это за музыка. Это просто глаз богов. Я пойду за тобой. И там, посредством четырех кнопок. На подобии, что-то очень похоже на оверворд. Ты управляешь этими миньонами. Говоришь им атаковать, защищать себя или стоять на месте. Базовые приказы, но их вполне хватает. И со временем этих юнитов становится все больше. И каждая миссия по получению нового юнита, это абсолютно новая миссия. Нигде ничто не повторяется. Это очень круто, это очень освежает. Например, в одной из миссий тебе нужно загонять на мотоцикле кабанов Офелии, чтобы она превращала их в оружие, в мощнейшие такие пушки. Блин, это взрыв мозга. Это, конечно, звучит очень странно, но это очень круто. И подобных миссий много. Притом, основной сюжет преподносит несколько довольно прикольных таких поворотов сюжетных, наподобие Люк, я твой отец. Хотя, не все сюжетные повороты мне нравятся. Есть прям ужасный один. Всего один поворот, но ужасный и сюжетный поворот, который вызывает небольшое такое недоумевание. Зачем? Ну почему? Это отвратительный сюжетный поворот. Он есть во многих играх. Нафига его сюда воткнули? А, ну и в концовке там своеобразная, я так скажу. Некоторые ее могут считать очень достойной. Некоторые посчитают ее прям говеной. Я не буду говорить свое мнение насчет концовки, потому что, во-первых, это будет все-таки немного спойлер, а во-вторых, ну, если пройдете, если пройдете, сами сложите свое мнение о ней. Еще одна хорошая особенность этой игры, это интерактивная карта. Или не совсем так можно выразиться. Ну, в общем, карта преображается по мере хода сюжета. Она становится то темнее, то ее захватывают демоны. И, в общем, это тоже очень круто сделано. И в целом игра берет своей разнообразностью, которой довольно много в игре, и она прикольно сделана, и своей основной идеей. Мне, как человеку, который слушает дофига рока, который вырос на роке, который слушает много металла, мне эта игра прям дико понравилась, дико зашла. Но людям, которые любят рэп, может быть, она понравится намного меньше. Потому что здесь очень много стеба над попсой, над рэпом, над этим всем. Ну, над рэпом меньше, над попсой просто я за попсу считаю и рэп. Большинство. Нет, есть достойные произведения, но их довольно мало. Но при этом игра во многом недокручена. Вот эта вот механика стратегии, она недокрученная. А, я обещал насчет построек фанатов. Короче, основной ресурс во время стратегического аспекта игры это фанаты, за которых можно покупать юнитов. И чтобы эти фанаты прибывали быстрее, нужно ставить стенды с сувенирами. Ну, все, в общем, про это. Механики. Многие сделаны прикольно, но чувствуется недокрученность. Машина сделана прикольно и улучшение ее. Но вот аркадно, то бишь в этом не докручено. Стратегия. Блин, круто сделано. Крутые персонажи, крутые юниты. Но ее слишком много под конец игры, от нее устаешь. Слэшер. Тоже вроде прикольно, но под конец игры ты в основном либо летаешь и соло исполняешь, разные там, чтобы усилить свои войска, ослабить вражеские, убить некоторых вражеских воинов. Либо контролируешь свои войска, то бишь в основном слэшер под конец игры превращается в ничто. Да, конечно, против боссов ты выступаешь сам и ты дерешься с ними своими силами, но все равно, как бы, слэшер тоже здесь не докручен. Игра в целом оставляет хорошее впечатление. Я ее когда-то давным-давно проходил, с удовольствием прошел сейчас снова. Однако, она не совсем докрученная. Как и в принципе большинство игр Double Fine. Мне нравится игра Психонавты, но она тоже как-то не выглядит целостной. Это тоже очень крутая идея, очень крутая задумка, но не целостная. Ну, я очень долго заканчиваю, поэтому, наверное, уже стоит окончательно закончить. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, такой формат рассуждения, который не очень связанный, но зайдет вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова